Приветствую вас. Первое, что хочу сказать, это то, что на протяжении всего текста я бы мог выделить элемент модели поведения жертвы. То есть, вот вы, такое ощущение, что вы ведете себя как жертва. И ваше поведение жертвы, соответственно, вызвало некий резонанс у дочерей. Вот. Это первое. То есть, все жертвенное поведение, это поведение безответственное по отношению к себе и по отношению к тем людям, которые от вас зависят. Дальше. Второе, что бросается в глаза достаточно сильно, это то, что вы называете свой вопрос отношения мамы 35 и девочки 9 лет. То есть, я, если честно, вижу в этом некую отстраненность от проблемы и некую невовлеченность в нее. Такое ощущение, что вы немножко абстрагировались от проблемы, немножко отдалились от нее, не желая признать, что это вот проблема, она имеет место быть. Видите, что это не проблема ни какой-то мамы, да, и дочки, а что это ваша проблема, и проблема вашей дочери. Вот. Связано ли это с тем, что вы со своей дочерью раньше были близки, а теперь нет? Или связано ли это с чем-то еще? Я не знал. Но, очевидно, что это достаточно важный момент. Плюс еще имя Уэлс Андрей на сайте, что как бы тоже немного странно. Итак, 10 лет вы пишете, был гражданский брак. Ну, здесь уже сразу встает вопрос о том, почему за 10 лет ваши отношения не переросли либо в самоценный брак, в котором все было бы нормально по закону и естественно, либо отношения не распались. То есть, опять же, исходя из опыта и точки зрения профессиональной психотерапии, гражданский брак столь долгий живет тогда, когда партнеры друг в друге не уверены. или уверены, но не до конца, или не доверен, или что-то еще. Довольно показательным в этом контексте является родение ребенка. То есть, насколько было сознательно вот это вот решение завести ребенка в гражданский брак. При условии, что по закону, получается, вы никак не защищены будете. Странно? Странно. Сейчас бывает инициатива ребенка, ребенка завести. Вот. Для чего? Дальше. Вы пишете, девочка развита, посещает художественную школу, рисует и подает реальные надежды. Здесь у меня сразу есть такое ощущение, что от ребенка есть некие, некие ожидания у вас. То есть, вы чего-то ждете от своей девочки. Что значит реальные надежды подает? Надежды на что? Надежды кому? Дальше. Имеет склонность к полноте, занятость этой проблемой, есть прогресс. Опять же, проблема для кого? Ее полнота. Для нее или для вас? Если для нее, как это выражается? Если для нее, если для вас, как это выражается? Если для нее, как она готова эту проблему решать? Если для вас, то в чем для вас эта проблема? Опять же, с точки зрения, например, телесно ориентированной психологии, полнота это защита. Это, по сути, просто защита. Защита человека от внешнего мира. То есть, ребенок привык защищаться. Дальше. Значит, с учебой, ввиду существующие проблемы в отношении к дочерью, сложно. Вот, я не знаю, как к вам обращаться по имени. Ну, просто не Андрей же, наверное. Но, в чем вам видится связь между желанием дочери учиться, если это ее желание, и тем, что у вас не очень хорошие отношения? Так, ходим к репетиторам по математике и английскому. Ну, здесь вот, когда вы пишите «ходим к репетиторам», есть впечатление, что границы между вами и вашей дочерью, они очень размыты. Что есть нет такого, что дочь ходит. Есть мы. Когда есть мы, нет личности. Есть растворение друг в друге. Далее. Ходила два года на плаванье. Привез соревнований, сейчас не плавает, ходит на танцы. Опять же, для чего эта информация нам? То есть вы, к примеру, считаете, что эта информация важна. Чем? То, что дочь достигает каких-то результатов в спорте? Хорошо. Вопрос в том, какая субъективная сторона этого всего, как она к этому относится, как ей это все видится. В семье отношения всегда были сложными. Ну, опять же, здесь проявляется ваше жертвенное поведение, потому что отношения – это не что-то такое, вот знаете, отстраненное от людей. Отношения – это, по сути, проявление внутренней активности человека. То есть, если есть внутренняя активность человека и его внутренний мир, то отношения – это то, как себя эта активность проявляет уже вовне. И если вы говорите, что у вас были сложные отношения в семье, то это ваша ответственность. Нельзя просто сказать, что в отношении в семье всегда были сложными отношения. Нет. Это вы выстроили сложные отношения в своей семье. Вопрос заключается в том, почему. Как это стало возможным? Что вы делали для того, чтобы отношения облегчить? Что для вас сложные отношения вообще? И почему вы считаете для себя приемлемыми сложные отношения? Так, значит, присутствовало рукоприкладство. Опять же, почему терпели? Для чего терпели? Вот это тоже проявление жертвенности. Низкой самооценки. Вашей низкой самооценки. Вашей низкой самооценки. Романтика первых лет скоро ушла. Опять же, ее нужно поддерживать. То есть это не что-то такое, знаете, вот. Отделенное от людей и от взаимодействия людей. Жестокий, грубый. Ну, имеется в виду муж. Опять же, ну, узнали вы, что он такой. Не ушли. Остались. Почему? Я не говорю, что должны были. Нет. Почему? Вот то, как вы сейчас взаимодействуете со своей дочерью, это вот оно. Понимаете? Это оно. Вот. Это вот то, что причина имеет здесь. Жестокий, грубый. Присутствовало рукоприкладство, но я терпела. Ведь это означает, еще раз. И страх. Вот может быть чувство вины. Может быть мысли о том, что-то вы виноваты могли быть в том, что произошло. Что-то еще. Понимаете, какая штука? Вот. Несколько лет было затишье. Муж просил еще ребенка, согласилась. Несколько лет было затишье. Из-за чего затишье? Почему затишье? Если вы жили хорошо, как решался вопрос брака? Если вы жили хорошо, какие решения вы, ну, выработали в этом затишье? Или затишье само по себе началось? Что? Вы говорите, муж просил еще ребенка. Зачем? Что значит просил? Дети же это не вещи, не вещи как бы. Согласилась. Для чего? Согласилась. С рождением второй дочки все началось заново. Так. Выяснилось. На середине срока беременности он зовет себе любовницу, и понятно, что я его просто раздражала уже. Да нет, нет, вы знаете, непонятно, потому что он же ребенка просил. У вас. Вы же согласились. У вас ведь затишье было в семье. Непонятно, почему вы его раздражали. Опять же, если раздражали, то чем? Опять же, если было затишье, то, наверное, вы ладили хорошо, значит, было доверие, значит, наверное, вы были близки. По какой причине вы близостью не воспользовались, чтобы обсудить эти моменты, раздражающие его? Вопрос. Который, опять же, я так полагаю, приходит к тому, что вы себя поставили в уязвимое положение. Так. Он не стеснялся при присутствии детей при очередных разборках. А почему он, по вашему мнению, должен был стесняться при присутствии детей? То есть, вы так говорите, как будто ждете от него какого-то другого поведения. Причем, заметьте, он, то есть, вот у вас, как сказать, фигура мужа, это не человеческая фигура. Это фигура агрессора. Это фигура агрессора. Он-то может быть и действительно агрессор. Но одним из важных шагов для становления себя в качестве адекватного партнера и родителя для вашей дочери, это, ну, ни много ни мало очеловечивание вашего мужа. То есть, отход от вот такой фигуры, какая она сейчас есть. Дальше. От побоев меня защищала старшая дочь. Ну, вот хочется спросить. Да, как вы допустили вообще такое, что дочь, маленькая девочка защищает маму? Ну, естественно, она сейчас важна, что не сядет. Она видит ваши слабости. Она видит, что вы слабые. Она видит, что вы себя не цените. Она видит, как вы к себе относитесь. Агрессия была элементарная за то, что не начал какую-нибудь вещь, которую я забыл у друзей. Почему друзей? Вы написали в кавычках. Непонятно. Ну, здесь, эээ... Игра. Психологическая игра. Попался в Second Thing. Или в суд. Вы можете почитать про эти игры супружеские. В интернете. Эээ... Так. Что кричат дети, а какое-то слово, сказанное с интересом, где ты, или еще что-то о нем, воспринималось еще агрессивнее. Слушайте, ну, здесь, эээ... Очевидно, есть какая-то предыстория. То есть, это вот, если воспринимать ваш рассказ так, как вы его преподносите, это просто психически неуравновешенный человек. И... Да, тем более, стоит вопрос, почему вы с ним были, эээ... Жили и были, тем более, что вас куда-нибудь чистить по всему было. Ах, г-г-г... Знаете, эээ... Гораздо... ...правдивее мне выглядит... Для меня, эээ... Выглядит то, что у этого есть какая-то предыстория. То есть, предыстория, как стало возможным такое отношение его к вам. В итоге, некоторое время назад, эээ... Агрессия и ссоры достигли своего апогея. Но, опять же, ссоры, вы подразумеваете ссорой, что и вы участвовали тоже в ссорах. А значит, это и ваша ответственность. Ссора. Вот. Это еще один шаг к тому, чтобы стать достойным партнером и родителем для своей дочери. Взять на себя ответственность за свои поступки, за свои действия. Чтобы вы не говорили так, что вот были ссоры, а что я ссорилась с мужем. Зная, что может меня ударить, что он может там что-то со мной сделать, я все равно с ним ссорил. Для чего? Синяки, сломанные зуб и так далее. Ну, опять же... Тот же вопрос. То есть, почему вы до этого довели? Дети, особенно старшая дочь, не чувствует себя с вами защищенной. Она не чувствует, что может на вас положиться. Отсюда агрессия с ее стороны. Тот же дочь старается вести себя как взрослая, но не как поддержка мне. Хочется спросить, а почему она, по вашему мнению, должна вас поддерживать? А так, как будто она главная в семье. Ну, она же вас защищала. Она же вас защищала от агрессии отца. Да, на самое главное. Взяла роль папы на себя. Можно накричать, не выполнять моих прос, не хочет слушать объяснений, советов, грубит. Я не авторитет. Ну, здесь, как вам сказать, понятно, что дочь смотрела, как отец с вами обращался и переняла его поведение. Что-то понятно, что она копирует модель поведения отца. Потому что отец ей нужен, что она его любит, несмотря ни на что, и подознательно хочет быть к нему ближе вот так. Как-то через такое поведение, пускай и неадекватное, да? Вот. Ну, опять же, ваша самооценка, как бы, и то, как вы себя позиционируете, очень важно. Вот тут вы говорите, не хочет слушать и слушать объяснений и советов. Объяснений в чём, советов по поводу чего. Понимаете? То есть, если вы... Очень важно, как вы это делаете. То есть, очень важно, насколько вы отстаиваете свою позицию, свои личные границы. А пока объяснения и советы звучат так, что вы чисто не заискиваете перед дочерью. Я понимаю, что, может быть, это так текст, такое впечатление создаёт текст. Но, пока это выглядит так. Ага, значит, я не авторитет. Но, опять же, а почему вы решили, что вы должны быть авторитетом? Что вы сделали для того, чтобы быть авторитетом для своей дочери? Просто сложно, объективно, сложно считать авторитетом того, кого ты защищаешь. Для этого нужна определённая зрелость. Ну, а у вашей дочери, понятно, этого нет. Она ещё ребёнок. Доставы и подобные самые популярные слова. Несколько раз приходилось применять силу. Опять же. Как отец. То есть, я полагаю, что в некоторой степени она вас провоцирует на применение силы, потому что ей кажется, что родитель может применять силу, и тогда, типа, он действительно к ней искренен. То есть, если предположить, что ваш муж и отец дочери это садист, да, то вы мазохист. И дочь ваша ведёт себя как мазохист. Так. Когда понимает, что совсем перегнула палку, просит вылечить ей нервы. Ну, мне кажется, что к детскому психологу ей обратиться не помешает. Так. Она не такая, а какая. Очень любит меня. А как? Как? Что она понимает под любовью? А я не понимаю, чего вы не понимаете. Возможно, я отделяю ей дочь сложного внимания. Ну, да, то, что у вас есть старшая, ой, младшая дочь, это безусловно старшая ревнует. Но, главное, мне кажется, не это. Главное, мне кажется, не это. То есть, вот видите, тут как бы в этом случае, мне кажется, этот момент он, если играет роль, то немного. На передний план здесь выступает парадигма именно ваших отношений и вообще, как таковых, в семье. Она очень переживает наличие сестры, кто любит, кто ненавидит её. У ребёнка очень большие проблемы с ответственностью. То есть, у неё то наваливается огромное количество ответственности, которые она вообще просто не способна поднять, например, решать вас от агрессии. То, наверное, я так понимаю, у неё никакой ответственности нет вообще. Потому что вы, опять же, не производите впечатления такого волевого, именно сильного в хорошем смысле родителя. Любовь и ненависть в данном случае оба сильных чувства, но ненависть возникает тогда, когда на пути человека к, ну, равновесию, счастью и так далее, возникают препятствия. Это препятствие, соответственно, ненавидится. То есть, дочь младшая для старших является препятствием к чему-то. А это означает, что ваша дочь старшая с вами не откровенна. Она вам не доверяет. Она не говорит о том, что её беспокоит. Почему? Потому что вы для неё не авторитет. На просьбу переехать к папе и жить с ним категорически против. Величий раз встретиться с ним, у него нет желания. Правильное отражение от себя, конечно. В нём она видит себя, ей неприятно. Это безусловно. Но и с вашей стороны, подобная просьба для меня тоже неизна. То есть, как после всего, что произошло, после того, как вы, по сути, взяли детей и ушли от отца, вы предлагаете ей переехать. Зачем? Для чего? Почему? Как вы можете рассчитывать на близость со своей дочерью, если, по сути, вы её выгоняете? Так это видит ребёнок. Хотя, когда приглашают, редко детей отдают. Тоже какая-то непроработанная ситуация с тем, как часто отец сможет увидеть своих детей. Какие отношения отца с детьми, тоже непонятны. Но они неясные. Неясные. Деньгами не помогают. Опять же, а должен помогать? С чего вы решили? Он должен помогать. Деньгами, особенно, если учесть, что вы не были в браке. Вы можете подать на алименты, вы можете отследить себе какую-то часть доходов, там, 20% процентов дохода. Отец ребёнка должен отдавать. Как бы, ну, в принципе, вы этого не делаете. Прошу дать совет, как вести себя с ребёнком, иначе мы были очень близки, всё пропало, хочется это вернуть. Но, опять же, вы пишите, что вы раньше были близки. Раньше это когда? Что было тогда, когда вы были близки? Как вы вели себя тогда, когда вы были близки? Пропало всё, когда? Что это для вас значит, что это пропало? Почему вы решили, что можете вернуть это? Это нельзя вернуть. Вы можете восстановить новые отношения, потому что ваш ребёнок – это уже другой человек сейчас, на данный момент. Совет по поводу того, как вести себя с ребёнком, позволить ей быть с вами расслаблены, не переживать. Как представить себя такой, чтобы вам можно было доверять. Представить себя такой, чтобы дочь смогла смотреть на вас и, ну, может быть, уважать вас, ценить вас, любить вас. Понимаете? А при том, что вы описали, это пока что невозможно, пока вы сами себя не любите, пока вы сами себя не принимаете, пока вы находитесь вот в жертвенном поведении, пока вы не боретесь за то, что принадлежит вам, а вы не боретесь за то, что деньги от отца вам не поступают, хотя бы в этом. Вот. Ну, сегодня вряд ли что-то будет. То есть, ребёнок сейчас, он не будет после всего, что произошло, безусловно, вас уважать и вам доверять. В первую очередь, чтобы ребёнок увидел, что у вас к самой себе позитивные отношения. Она это косвенно-косвенно, кстати, указывает то, что когда она видит, что перегибает палку, начинает делать шаги назад. Но, опять же, она перегибает палку, то есть, она переходит свои границы, но не ваши, свои. Вот. Далее, далее, вы пишите, хочется это вернуть. Для чего? Для чего хочется это вернуть? Вот понимаете, для начала, для начала вам ребёнка нужно принять таким, как он есть, целиком и полностью. Для этого нужно принять себя. А вы, а вы, вы с её полнотой боритесь. Нет, ладно, если ей это вредно по здоровью. Это ладно. Но если нет, то борьба с полнотой, это и есть непринятие себя. Непринятие её, точнее. Ну и игнорирование того факта, для чего ей эта самая полнота, вообще говоря, нужна. Как я сказал, это защита. В целом, здесь советов никаких, ну даже не здесь, а вообще, советов психологи не дают. То есть, психолог помогает человеку видеть лучше себя, окружающих, понять себя, но не даёт советов. Форматическая штука. Поэтому вот те направления, которые я озвучил, вам желательно поисследовать. А дальше уже будет видно, где вы настоящая, то есть, какая вы настоящая. И, соответственно, на какое отношение ребёнка к себе вы можете рассчитывать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok